Девушки отдыхают Самая добрая межгалактическая программа в виртуальных развлечениях – подпольная правда С недавних пор в нашу редакцию посыпались упреки Мол, давно подпольный правдоруб не держал в руках сисек Категорически заявляю, это все злые языки Сисек я из рук не выпускал Просто наша служба опасна и трудна И на первый взгляд как будто не видна На второй как будто тоже не видна И на третий тоже На самом деле все эти месяцы Наша команда вела помышленный шпионаж И наконец-то нам повезло В наши руки попала секретная пленка С записью передачи Которая пойдет в эфире в новогоднюю ночь На телеканале МТВ Да, естественно, естественно мы не могли не поделиться этой радостью с вами, дорогие друзья Потому что передача обещает стать самой сексуальной, самой горячей и самой откровенной в истории телевидения Итак, встречайте Виртуальный мясотряс Как стало известно нашей разведке Над виртуальным мясотрясом Не покладая рук, ног и аппендиксов Трудились лучшие умы человечества Шутка ли сказать Сделать программу, которая расскажет обо всем на свете От космических новостей до рыбалки И сделает это так, чтобы телескопы и удилища телезрителей стояли на вытяжку Еще неделю после эфира Кстати, о космосе Один из репортажей, который попал в наши руки Снимался как раз на орбитальной станции МИР Внимание, сенсация Кадры, которые вы увидите, не просто уникальные Они еще могли бы стать и засекреченными Если бы попали не в те руки Но они попали в те руки, в руки мясотряса И теперь на эти кадры порадуются всем Группа дайверов-масочников достала кассеты С затонувшей космической станции МИР И вот что мы на них увидели На этих кадрах совершенно отчетливо видно Как инопланетянин, чье существование, как вы понимаете Теперь бесповоротно доказано Проводит анальное зондирование Вполне себе сексуальной цепи Научный эксперимент сопровождается такими стонами Что становится даже неловко Несмотря на всю значимость этих съемок для науки Тем не менее, этому членистоногому Кстати, наконец-то мы увидели, как это выглядит Итак, этому инопланетянину Общение с представителями Земли кажется нравится Так что ура, товарищи Есть контакт И еще И еще И еще Кстати, из космоса Наша Земля похожа на маленький шарик Две трети которого покрыты белым Ой, простите Покрыты синим Ну, в смысле, водой В общем, на этом пленка обрывается И, наверное, оно и к лучшему А то неизвестно, что там еще было снято Вернемся с небес на землю В конце концов, тут тоже забот хватает Куда пойти Куда податься Кого найти Кому отдаться Этот извечный вопрос волнует уже не одно поколение юных мыслителей и мыслительниц И, наконец, в смысле, не на конец А в смысле, на конец-то Был найден единственно верный ответ Увидеть который вы сможете в подпольной правде Ну и, разумеется, заодно в виртуальном месотрясе в новогоднюю ночь на телеканале MTV Грамотное свидание Это когда на следующий день вы можете радостно сказать друзьям Она мне дала Не имея при этом в виду пощечек Ногой Итак, встретить девушек можно в довольно большом количестве мест В спортзале, магазине, клубе, библиотеке Пока все просто Дальше сложнее Встреченную девушку нужно пригласить Куда? Да, выбор так же велик, как и ареал кучкования дам Самые распространенные места для первого свидания Это театр, кино, ресторан Парк Но парк это для малоимущих Девушки об этом знают Так что оставим природу как место малоперспективное в стороне В театре вести светскую беседу вам будут мешать бубнящие со сцены актеры В кино сношающиеся сзади пары Пришедшие в отличие от вас уже на второе свидание Значит, приглашаем девушку в ресторан Итак, первая хитрость Не забывайте, где вы эту девушку встретили И ведите себя соответственно Если девушка была встречена в библиотеке Глупо приходить на свидание в костюме Умы Турман Впрочем, это глупо в любом случае Итак, вот несколько простых правил, чтобы свидание прошло успешно Не заказывайте много еды сами И не давайте заказывать даме Во-первых, вам самим будет приятнее заниматься легким сексом на пустой желудок И, во-вторых, неизвестно, даст ли вам девушка А вот наест и напьет на приличную сумму, это точно Зачем вам эти необоснованные траты? Так что в идеале сидеть перед пустыми тарелками Как только девушка будет тянуть ручки к меню Берите ее ладошки в свои И несите милую ахинею о ее красоте И ей приятно, и вашему кошельку легче Конечно, если девушка упадет в голодный обморок Вы можете позволить заказать ей воду Но лучше всего иметь под рукой фаллический леденец Пососав который, девушка поправит свой кислотный баланс И настроится на игривый лад В продолжении свидания вы опять же не должны забывать об интересах девушки Только потакая ей, вы сможете удовлетворить свои интересы Книголюбку сразу введите к нижнему шкафу И попросите достать ее что-нибудь с верхней полки Любительницу спорта затащите в спортзал И удивите ее своей теоретической подготовкой в области фитнеса Если девушка поверит, что она действительно интересна вам Не как сексуальный объект, а как личность Вы тут же получите вполне объективный секс Но если нет, то нет Не отчаивайтесь, продолжайте попытки Как говорил поручик Ржевский Шесть раз по морде дадут, а на седьмой можно будет и впердолить Даже если первое свидание прошло успешно В жизни каждого мужчины случаются хотя бы раз в месяц критические дни Во время которых толку от женщины не больше, чем от дождевого, не побоюсь этого слова, червяка Так что айда на рыбалку А снарядиться вам поможет виртуальный мясотряс А теперь настало время постоянной рубрики Советы мясотряса Куда вы постоянно шлете письма Из чего складывается впечатление, что вы постоянно заняты чем угодно Но только не тем, чем советует вам заниматься мясотряс Первое письмо пришло из города Позрань от Валерия Зе Я люблю рыбалку, написал нам Валерий Давай надежду на грязные подробности секса с русалкой Надежда оказалась напрасной Он действительно любит рыбалку Рыба клюет все хуже, продолжается письмо Валеры А червей я копаю все столько же Что мне делать с излишком червей? Молодец, Валера Этот вопрос как нельзя лучше подходит нашей программе А с лишними червями ты можешь поступать так же Как с ними издревле поступали японские рыбаки Они оставляли их дома, чтобы жены не скучали во время отсутствия мужей Ты не поверишь, на что способно несколько хорошо обученных червячков Есть версия, что после вечера с червячками Жена навсегда отстанет от тебя с глупыми намеками на секс Удачного клева, Валера Следующее письмо мы получили от Марины Зе из города Позрань У моего мужа Валеры, пишет Марина Какой-то бесформенный член Какой-то размытый Одним словом, не пойми какой Ни самой посмотреть, ни людям показать Стыдоба Какие позы я не пробовала, что не делала Все бестолку? Что мне делать? Можно ли это как-то исправить или придется менять мужа? Марина, вот что мы тебе скажем При таких сиськах, которые трясутся как холодец и аплодируют сами себе Скажи спасибо, что у тебя вообще есть муж Кстати, теперь мы понимаем, почему Валерия постоянно тянет на рыбалку с друзьями Друзья, по крайней мере, не предъявляют претензий к эстетическому состоянию его удилища Есть и ладно Марина, советуем вам умерить свои претензии Иначе оставшуюся жизнь вы проведете с червячками Удачного клева, Валера Как вы уже поняли, дорогие друзья На центральном телевидении подрастает достойная смена подпольной правде По крайней мере, за виртуальными сотрясами вы вполне можете скоротать время до новых выпусков нашей передачи Так что не пропустите самую горячую новогоднюю премьеру на телеканале MTV Russia Ну а мы прощаемся с вами до следующего года Пишите письма и шлите ценные подарки На правда, как всегда, собака.gamesdfestv.ru И не забывайте навещать на следующем году Наша передача переедет в новую землянку И вообще преобразится до неузнаваемости Неизменными останутся только время и место встречи Которое, как известно, изменить нельзя Все эти месяцы с вами были Подпольный оператор Ортеми, там за камерой Подпольные монтажеры Олексий и Симеон И подпольный правдоруг Глагол Счастливых праздников и ждем вас в четверг На 3dabi.gamesdfestv.ru Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...